Спасибо, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас большое, приятное и знаменательное событие. Здесь, в Санкт-Петербурге, на Балтийском заводе закладывается новый атомный ледокол. Он будет носить имя Ленинград. Завтра мы отмечаем особую, священную дату в истории Северной столицы, да и всей страны, в 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады. И новый могучий ледокол станет ещё одной данью памяти бессмертному подвигу Ленинграда, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, всё одолели, всё выдержали и сокрушили нацистов. Жизнь, единство, сплочённость поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером. И в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину будут хорошим примером и в труде, и в бою. Сегодня мы вместе делаем ещё один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала нашей страны. Мощный, современный атомный ледокол «Ленинград» станет уже пятым кораблём в своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива. В целом надёжное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах. У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и посёлков, реализации проектов действительно глобального уровня, для сотрудничества, международного сотрудничества с нашими партнёрами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией. Недавно побывал на Чукотке и с людьми встречался, разговаривал и с руководителями региона, и там, на Чукотке, на Ямале, на Таймыре, в Якутии, во всех других наших арктических регионах очень ждут таких новых мощных ледоколов, других судов высокого ледового класса. И мы обязательно будем последовательно решать эти задачи, расширять наш арктический флот, ставить перед собой новые амбициозные ориентиры. Безусловно, будем работать в одном направлении. Я верю, что наши рабочие, инженеры, которые здесь представлены, учёные-атомщики, специалисты разных профессий нашей верфи и смежные предприятия, чётко и в срок решат все поставленные перед ними задачи. А значит, уже в скором будущем ледокол «Ленинград» отправится нести вахту в Арктику. И уверен, он будет гордо носить своё славное имя. Долгие годы работать на благо всей России. Я от души желаю строителям, да и, конечно, будущему экипажу ледокола больших свершений. Спасибо вам большое. Успехов вам. Почётное право установить закладную доску на первую секцию пятого серийного атомного ледокола «Ленинград» предоставляется председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, председателю Совета Директоров Акционерного Общества Объединённая Судостроительная Корпорация Андрею Леонидовичу Костину, генеральному директору Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексею Евгеньевичу Лихачёву. Церемония закладки атомного ледокола «Ленинград» завершена. Уверен, ещё раз хочу это подчеркнуть, что все задачи, стоящие перед судостроением, будут выполнены. Желаю вам успехов. Спасибо большое. Всего доброго.